Единый государственный экзамен, как известно, одновременно является и выпускным экзаменом из школы, и, что, пожалуй, наиболее важно, вступительным в ВУЗ. Поэтому и вызывает столько эмоций, страхов и волнений. Но пройти это испытание должен каждый одиннадцатиклассник. Каким будет этот опыт, положительным или отрицательным, зависит, как уже говорилось, от ряда факторов, в том числе от способности выпускника собраться в нужный момент и показать все, на что он способен. Мы поинтересовались у студентов-выпускников прошлых лет, как проходили их экзамены, как они боролись с волнением и какие советы дали бы нынешним участникам ЕГЭ. Вот, что нашему корреспонденту рассказали молодые люди. Ежегодно сотни одиннадцатиклассников готовятся к единому государственному экзамену, и не только повторяя учебный материал, но и усиленно справляясь со стрессом. Ведь зачастую от того, с каким хладнокровием ты пройдешь это испытание, зависят и твои вступительные баллы. Поэтому переживаниям тут не место. А вот о том, какие страхи возникают у школьников и как с ними бороться, мы выяснили у ребят, сдавших ЕГЭ несколько лет назад. Ну, больше, наверное, боишься подвести родителей, что они там тебя столько вложили, а ты ничего не помнишь. Я очень переживал от самого экзамена, потому что на круче очень сильно преподаватели говорят, что от этих бумажек много чего зависит, от нашей жизни, от этих баллов. И все. Я просто очень сильно переживал. Я просто сидел дома, старался готовиться и развлекать. Самое главное – себя развлекать в этот момент, особенно перед экзаменами, не сидеть. И все. Ну, я, конечно, волновался, но потом просто пошел и сдал, типа. Как-то оно само прошло, я не пытался как-то с этим бороться. Было, конечно, страшно, но оно прошло, это самое главное. Ну, ЕГЭ я сдавал два года назад, и это была уже моя вторая сдача. У меня было всего два предмета. Английский и история. Ну, история – это вообще не мой предмет. Я очень сильно нервничал, когда шел его сдавать. Помогала мне только очень громкая музыка, очень громкая, агрессивная музыка. Когда хотелось просто кричать из-за того, что ты нервничаешь, но кричал-то и подпевая песни. Мы сдавали в пандемию, экзамены перенесли, было непонятно, когда нам сдавать. И скорее вот это вызывало волнение, нежели степень моей подготовленности, потому что к ЕГЭ я всегда относилась как к чему-то, как к какому-то очередному испытанию, которое мне нужно преодолеть. И я готовилась очень своевременно, делала какие-то планы, и это уменьшало мое волнение. Ответы бывалых говорят о том, что школьники, сдающие ЕГЭ, подвержены ряду серьезных моральных испытаний. Не совсем комфортные условия сдачи, вес ответственности, давление со стороны педагогов и родителей, а также страх неизвестности – вот с чем приходится справляться каждому участнику выпускного экзамена. Однако хотя бы частично обезопасить себя от стресса можно усердной своевременной подготовкой, ведь уверенность в своих знаниях придаст и спокойствие. Субтитры создавал DimaTorzok